Емельянов, главный тренер команды «Зенит» и «Жерск». Ваш комментарий по сегодняшнему матчу, пожалуйста. Ну, боевой матч очередной, как у нас всегда бывает. Мы могли победить, и соперник мог выиграть. То есть, что такое сказать, ну да, стресс, напряжение. У них мяч, мы знали, что они всегда играют на мяче, против всех команд, но до этого они проигрывали. Сегодня они сыграли мячу, но, еще раз говорю, сегодня должен был победить сильнейший, видимо, я думаю, ничья закономерна. Сергей Николаевич, объясните тактическую схему сегодня, потому что многие игроки сегодня, так сказать, остались опять за пределами поля. Вы начали с три защитника даже играть. Ну, это как бы такая схема, что обычно ближе к воротам в 5, в атаку в 3. Но у нас это, в принципе, мы перестроились и от соперника. И соперник играет активно впереди, то есть как Ульяновск. Мы укрепляем наши оборонительные, как сказать, позиции в этой зоне, для открывания, перекрываем. Если как-то лять или Уфа, мы уже больше впереди шансов хищем. То есть вот моменты такие трижесные. Сергей Николаевич, сейчас беседовали с Сергеем Венским, и вот он к такому выводу пришел, что чего-то команде не хватает, а чего он сам не знает, вам как-то... Да, секрет-то прост, как бы, никто ничего нового не придумал. Нужно работать, совершенствоваться. И, как говорится, футбол он потом все равно воздаст тому, кто что заслужил. То есть, да, мы разберем моменты, что получилось, что не получилось. Кто-то сделает выводы по своей игре, кто-то будет отрабатывать на тренировке какие-то элементы. Мы-то, наверное, тоже какие-то моменты для себя подчеркнули. Я объяснил уже, да, что что-то не хватает, это все там на тренировочном поле, и другого рецепта, я думаю, не существует. То есть, работать, ничего не сработать. Ну, однозначно, я даже ребятам сказал, говорю, меня не интересует настроение, когда там, говорят, чемоданы, либо конец сезона там, нет. До финального ССК в Урале мы будем пахать, и все. Сергей, а вот уже известно, где будет с Уралом играть? Опять в Бажуре или где-то в другом месте? Ну, а что, Урал где-то в другом месте играет? В Манеже, что ли? Нет, ну, 4 ноября можно где угодно уже сыграть. Нет, нет, точно-точно не в Манеже, там у них хорошие условия, я думаю, все стандартные. То есть, вы все время там в СССР играете? Ну, не все время, я не знаю, в том году играли, но там где-то играли. Сергей Аркадьевич, я тебе влепись по второму тайму. Не получилось играть на какого-то ротая? Были ведь моменты, мы мяч подбирали, и вроде таскали. Может быть, подустали уже игроки? Ну, у нас как бы первый тайм, мы не планируем играть на контратак, мы планируем играть ближе к воротам соперника просто. Если не получается выход из обороны, тогда и мастерства не хватает, и на фоне усталости начинают детские ошибки. Мы сами видели, что на замену, кто футболисты вышли, опыта не хватает, именно в стрессовой ситуации усилить его. То есть, когда ты 3-0-4-0 выигрываешь, это одно ты выходишь, на замену разокрашиваешь. А когда 1-1, нерв напряжение, тренер давит, я давлю, то есть, ну, такая атмосфера. И у нас в этих футболистах, которые вышли, вот это им, как знаете, своеобразный опыт, то есть, окунуться вот в эту среду, но получается, что у них ничего не... ну, мало что получается. Но это опыт. Спасибо. Вседышев, главный тренер команды «Волга-Ульяновск». Ваш небольшой комментарий по сегодняшному матчу, пожалуйста. Я уже забыл, когда у нас простые матчи были между Ульяновском и Жестком, всегда такие боевые игры. Сейчас мы разглянем. Антим Беседовый, как раз. Господи, я имею в виду, боевой матч. Были моменты победить. Во втором тайме, особенно два явных момента у Заикина и у Воролина. Ну, идет проблема уже, она идет у нас немножко с самого начала, что мы не смогли такого нового хоррента найти. Ну, типа Галяк-Берова. Вот так вот, чтобы для вас было понятно, искали такого помощнее, Забивнового. И с тем же Галяк-Берова мы разговаривали, но он оказался там, где он оказался. Мы поиск продолжали и не завершили. Остальные позиции нас, в принципе, как-то более-менее встраивают. Вот, потому что линия атаки вот этого такого напада... Ну, его вся страна ищет, по-моему, нападающего по футболю. Забивнова такого. Это наша проблема. Потому что эти два момента, которые я повторяю сейчас буду, нужно реализовывать и заканчивать игру в свою пользу. Не реализовываешь, не забиваешь, конечно, тяжело потом. Попинальти – это отдельная тема. Есть кому этим заниматься, сейчас тоже рассмотрим. Этот момент просто... Была пауза, потом дали ему пробить, вратарь отбивает, потом свисток, возвращение к моменту. Пусть это разбирается с тем, кому нужно разбираться. Я не думаю, что сегодня судейство повлияло на какой-то там конкретный результат. Ну, если он в этом моменте ошибся, это одна тема. Ну, вот так он ровно отсудил, ошибался и в ту, и в ту сторону. Что касается хозяев, я очень рад, что у хозяев сохранился футбол, потому что очень долго это подвешено состояние было. Потому что Ижевск, Узмуртия – это республика, поэтому здесь должен быть футбол, здесь огромная традиция. И я думаю, что сейчас у нас 80% местных играет, значит, нормально. Потому что зрителей сегодня мало было, наверное, просто прохладная погода. Может, повлияло. Я думаю, что хозяева здесь доработать будет нормально. Самое главное, что здесь сохранен футбол. Вот у нас уже в зоне 11 команд, никакие рамки уже, конечно. Но так, не забивая, нельзя выигрывать. Хотя, вот, нельзя отказать с матверженности. И мы сегодня очень хотели выиграть после неудачных игр предыдущих. Значит, не забили, и такие моменты. Винить только, если бы не было этих моментов, как-то еще что-то так вот. А когда вот эти моменты стопоцентные были, мы уже, значит, если не забиваем, знаете, и мы тренера не нарабатываем, когда за их на вороте, такие мяча не забирают. Один с линии ворот с прострелом уже пустые ворота не может забить. Другой выходит, как бы шабу пулит. Значит, будем работать над концовками. Другого не остается. Сергей Игоревич, вопрос. А как сейчас в Ульяновске футбол? Недавний форум, который прошел в России спортивная держава, может какой-то резонанс от него потом передаться всему ульяновскому спорту? Не только может быть футбол, может быть какие-то ключи. Ну, развитию футбола может. Ну, именно команде мастеров, что у вас что-то... Форум здесь, он такой был, видно, больше... Сейчас Владимир Владимирович выступал больше на развитие в стране физкультуры, поднять его до очень больших высот, чтобы там каждый, чуть не третий, занимался спортом. Большая направленность такая была, чем на профессиональный клуб. Разговор больше был о Готве, я был участником в этом форуме, поэтому не смог поехать с командой на матч в Перми, потому что сзади был задействован на этом форуме. И там немножко направление было другое. Но мы, считаю, на этом форуме много чего добились. Там у нас, в принципе, практически решили там вопрос, то, что будем строить корытый манеж. То есть с форумом что-то там удалось, ну, для города, для области. Ну, было такое решение, озвучено там на высоком уровне. Поэтому я как советник губинатора по спорту говорю, что у нас должен быть хороший манеж. Крытый. Это будет большое по спорю. Можно и на сбору не ездить, не тратить деньги по Турции, на Кипру. Не говоря, что он в Сочи, где их дороже, чем в Турции, два раза. Сергей Викторович, а вот чемпионат мира, и там у вас все-таки состоялась как-то сборная чужая там тренировалась. Помогло это потом вам дальше? Нет, сборная чужая у нас, к сожалению, не тренировалась. Отменилась? Выбрали Тольятти, швейцарцы. И у нас просто подготовили базу, мы, вот команда ваша уже там игралась, тренировка понравилась, отремонтировали резодевалки, добавили освещение, поле с подогревом сделали у нас никогда в Ульяновске не было, поле с подогревом натуральным сделали подогрев, где-то порядка 120 миллионов на всю эту инфраструктуру ушло. То есть польза от чемпионата мира, конечно, было. У нас очень много болельщиков жило, я с ним общался, потому что в этой программе тоже я был задействован, по многим гостицам, у нас там кого только не было, и аргентинцы, и немцы, и австралийцы, которые играли в Казани, в Нижнем, в Саратске, у них Колумбия, расположение Кулианск-Лублинское, и наш город выбирали, потому что Волга рядом, это же большое дело, что в Саратске там, две улицы и все. У нас такие просторы там, по одному мосту полчаса едешь, пока он закончится, вот такая у нас широкая Волга, и туристам, конечно, интересно. Сергей Витальевич, вот как раз в этой связи Глава государства говорит о том, что к 2024 году стадионы, которые построены, должны перейти на самоокупаемость. Вот как вы верите в это, что наследие чемпионата мира будет вот так вот использоваться? Чем таким надо будет загружать стадионы, какими событиями, какими активностями, чтобы туда ходил народ? Ну, конечно, до Запада нам еще далеко, где это целая традиция, что семья идет, покупает в этот матч, опять же, знаю, что копейка пойдет в клуб, там, что есть шарфик, сувенир. Это недорогое удовольствие, недешевое удовольствие, и сегодня идут на это, и при лавке все разбираются, конечно, к культуре к этой нужно долго идти, это не такой простой процесс, потому что очень атрибутика, большие деньги приносит в великих клубах, там, Мачестер, Реал, Барселона, очень много вот этой продукции, да потом парки, если различные люди приходят туда за 4-5 часов, у них очень много конкурсов различия. Я был на чемпионате мира в Лужниках, я пришел за 3 часа, я получил большое удовольствие, там, вплоть до того, что люди с разных городов приезжали, со своими ансамблями, танцев, пляски, там, конкурсы футбольные все различные, там, награждения, за эти простой там мяч, куда-то из 3-2 кому-то забил, там, специальный площадок, там, тебе подарки, то есть вот этот процесс идет 3-4 часа, то есть Москва и Питер, они уже этим занимаются, у них прибыль идет, но в провинциальных городах похуже, ну, я думаю, со временем, у нас, к сожалению, о том, что я сказал, не такой стадион, как там в Калининграде, в Нижнем Огороде, в Сарасске, там он уже современный, мы просто подремонтировали свой стадион, так сказать, конечно, у нас, знали, вот эти стадионы, я был и в Нижнем, я был и в Сарасске, и в Москве, и в Калининграде, Это, конечно, не тот стадион у нас. Это мы говорим о том, что нам для Ульяновска, для провинции такое на 10 тысяч стадион с подогревом, это нас устраивает. Но это, конечно, не те мощности, где там, про те стадионы, что я говорил, там по 10, по 20 тысяч, по 30 тысяч, там, это, конечно, там и широко, и просторно, и все вовремя, и очередей нигде нет, и все, можно в первую очередь покушать спокойно, там столько стюардов, там, к этому надо стремиться все равно. Почему до сих пор нижний держит марку, 10-12 тысяч для них, мы еще год назад вместе с вами с ними играли, у них народу там было 15 человек сидел, сельнички грызли. Поэтому сейчас у них там уже 15 еще. Ладно, если оно, конечно, работает, нам далеко еще до запада, конечно, но некоторые города уже в правильном направлении. Конечно, Ижевско-Ульянск пока далеко до этого, потому что даже то, что мы отдали 120 миллионов, ну, это стадион просто такой хороший у нас. Но это не то, что там в Нижнем Новгороде, в Саранске, там сумасшедшие стадионы просто. Там миллиарды денег ушли, миллиарды. 120 миллионов на этом фоне, это ни о чем. То есть, надо стремиться, что говорить, я верю в это, но нужно все вместе работать. Потому что сейчас, видите, у нас команда все 11-10, идет полемика, там то Газаев занимался родной полемикой, там нам украинский клуб хотел привезти, и сейчас некоторые говорят на любительский уровень перевезти второй дивизион. Столько у нас советчиков, да, там футболом развитием мало кто занимается, а так советовать всем, мы научились, и каждая, как Ленин говорит, кухарка может управлять государством, поэтому сейчас советов столько, как по ФЛ, но к Хамаду все меньше и меньше, а он на Восток уже в 4 круга играет. Поэтому молодцы, что сохранили клуб. В Ижевске всегда приятно, и с вами общаться всегда приятно. Спасибо большое. Спасибо большое.